Шведская стратегия по борьбе с коронавирусом признана лучшей моделью жизни общества. Правительство страны не вводило суровые ограничительные меры, а доверило обществу обеспечению физического дистанцирования. Однако стратегия местных эпидемиологов неоднократно подвергалась критике. Гульнара Жандагулова разбиралась в вопросе. Шведская модель борьбы с COVID-19 названа самой приемлемой. ВОЗ считает, такая стратегия станет общепринятой нормой для большинства стран. В условиях пандемии коронавируса. Я думаю, если мы достигнем новой нормы, то во многом Швеция представляет модель будущего. Если мы хотим вернуться к обществу, в котором нет карантина, то общество должно адаптироваться на средний или длительный период, когда отношения в обществе будут формироваться с учетом присутствия вируса. Швеция применяет более сдержанный подход к борьбе с вирусом, чем большинство других европейских стран. Здесь используют добровольные меры и здравый смысл. Чем прямые запреты. Шведы продолжают посещать рестораны, салоны красоты, а дети ходят в школу. Запрещены лишь собрания, в которых участвуют более 50 человек, а также закрыты университеты. Студенты обучаются онлайн. Кроме того, жителям рекомендуют воздержаться от поездок. Это миф о том, что жизнь в Швеции идет как обычно. Многие люди остались дома и перестали путешествовать. Многие предприятия закрываются. Ожидается значительное увеличение безработицы. Существует широкий спектр новых правил и рекомендаций, которые влияют на общество. Полной изоляции в Швеции нет, но многие сферы жизни пострадали. Пока в отделениях интенсивной терапии есть пустые койки. Но и заразившихся немало. Более 20 тысяч. 2462 человека скончались. И это намного больше, чем в Дании и Норвегии, где власти ввели более жесткие ограничительные меры. Беларусь еще одна страна, которая не стала уходить на карантин. Вирус с вирусом, а субботник по расписанию. Заручившись напутствием президента, минские волонтеры отправились благоустраивать и очищать от мусора общественные места. Сам Александр Лукашенко, не раз демонстрировавший скептическое отношение к эпидемии COVID-19, принял участие в посадке елей. Очень много вопросов, на которые сегодня трудно дать ответ. Или ответа нет вообще. В силу сложившейся ситуации, в силу этого психоза, который извернулся. В силу того, что разные политические силы внутри государств пытаются это использовать в каких-то целях политических, что недопустимо. И самое главное, экономическая неопределенность во всем мире. В Беларуси зарегистрированы больше 13 тысяч случаев заражения COVID-19. Скончались 84 человека. Страна не закрыла границы. Не введены строгие меры по сдерживанию распространения эпидемии. Чемпионат Беларуси по футболу остался чуть ли не единственным спортивным событием в мире. В условиях, когда отложены даже сроки проведения Олимпийских игр. Гульнара Жандагулова, Хабар, 24.